КОЛЮЧИЙ ЁЖИК КОЛЮЧИЙ ЁЖИК КОЛЮЧИЙ ЁЖИК И достаём пружинки, начиная с мизинчика, будем их сейчас надевать. А куда-то вторая пружинка делась. А здесь всё-всё нашлась. Этот пальчик в лес пошёл, Этот пальчик гриб нашёл, Этот пальчик чистит стол, Этот пальчик жарит стол, Этот пальчик сел и съел, потому и потолстел. Сегодня мы с вами научимся делать упражнения артикуляционной гимнастики, Которые нам необходимы для улучшения речи детей. Белочка нам покажет, как нужно их выполнять, И мы сегодня этого научимся. Первое упражнение называется Бегемотики, Мы открываем широ-широко ротик и открываем наши ладошки. Туда в кадр А-а-а, 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 все детки тоже делают а-а-а, а-а-а. Следующее упражнение называется лягушки. Лягушки у нас здесь будут не квакать, а как будто бы мы будем слышать плеск воды, когда у нас лягушка прыгает, мы слышим вот такой звук. Губы у нас улыбаются, зубы стиснуты, на меня не смотришь, ты смотришь в объектив, Белочка. Туда, вот тут кругленькую, ты у нас артистка. Следующее упражнение слоник. Слоник у нас очень любил целовать свою маму, и он тянул далеко-далеко губки. И они у него вытянулись, целый хоботок. Мы сейчас складываем наши ладошки. Белочка показывает, как мы будем тянуть и губы, и руки. Следующее упражнение называется у нас змея. Змейка у нас будет ползти и издавать звук ше. Мы превращаем нашу ладошку в голову змеи. И теперь мы ползем вот так горизонтально, чтобы не вот так змея у нас ползла, а вот так. Лошадка. Когда у нас лошадка скачет, мы слышим звук цок от копыт, потому что на ее копытах приделаны металлические подковки. Мы будем совмещать движение рук и цокание нашего язычка. Расческа. Следующее упражнение называется расческа. Мы будем сейчас превращать наши две руки в две расчески. Верхнюю и нижнюю язычок вытаскиваем как можно дальше на улицу. Зацепляем его между двумя зубами и медленно затаскиваем его обратно. Болочка подлиннее. Вытащи сильнее. Далеко-далеко вытащи язычок. Во, молодец. Умничка. Следующее упражнение часики. Еще раз. Молодцы. Следующее упражнение называется у нас шарики. Мы сейчас будем делать вид, что мы их надуваем. Вот у нас шарики. Первый будет у нас шарик лопнутый. И последний. Мы сейчас опять глубоких вдохов будем сейчас делать. Лопнул первый шарик. Завязали крепко и поставили вазочку с цветами. Следующее упражнение называется ежик и цветы. Мы сейчас будем делать вид, что мы срываем цветочек и будем его нюхать. Я не принесла никакой цветок, но давайте попробуем представить, что мы подносим к носику какой-то цветок и нюхаем. Глубокий вдох в нос, выдох через рот. Следующее упражнение называется футбол. Мы сейчас будем представлять, что у нас наш мячик перекатывается из одной щечки в другую, как будто бы это ворота футбольных команд. Давайте. Мы будем потирать еще, добавок ко всему, что мы делаем, вот такое вот, как сказать, нажатие изнутри язычком в щечки, да? И мы еще больше делаем сопротивление для мышц языка тем, что мы будем вот этого в книге нету. Мы будем надавливать потиранием двух пальчиков. Указательного и среднего. Давайте. Толкаем щечку. Язычок туда стиму. Это упражнение называется футбол. Язычок толкаем щечку. Следующее упражнение у нас называется качелики. Качелики. Качели мы будем делать, поднимать то вверх, то вниз наш язычок, зацепляя за верхние и за нижние зубы. Потом мы будем делать это все под музыку, стоя, все вместе на групповом занятии, и вы потом увидите, когда у вас будет заключительное занятие. Следующее упражнение называется индюк. Мы будем вытаскивать наш язычок и в ритме, в таком как будто бы вот этот язычок нашего индюка, мы будем слегка подлизывать верхнюю губу. Следующее упражнение, его здесь не было в книге, но мы его решили сделать, потому что бунгулы очень хорошо сажают упражнение пароход. Мы будем брать наши ручки, представлять, как будто бы это кораблик, вот такой треугольничек складываем, и будем зажимать наши зубы, берут хвостик языка. Между зубами и лычим. Плывем. Следующее упражнение называется месим тесто. Сначала мы будем покусывать наш язычок, вытаскивая как можно дальше из ротика, и потом медленно протаскивать его назад, в разных местах покусывая наш язычок. Сначала это будут зубы, а потом мы будем шлепать губами. Начнем с зубами. Давай, Балочка. Теперь буква Б будет слышаться, когда мы будем шлепать губами. Бет-бет-бет-бет-бет-бет-бет-бет. Бет-бет-бет. И вытащила язычок. Бет-бет-бет-бет-бет-бет-бет. Бет-бет-бет-бет-бет-бет-бет. Вытащили. Следующее упражнение. Блинчики. Вот тут нам уже понадобятся наши сковородочки. Сначала мы размешаем тесто, то есть мы будем наш язычок сначала просто щекотать вот так вот вилочкой. Как будто бы мы миксером размешиваем тесто, да? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И так 10 раз. Теперь мы делаем подтяжки, как будто бы мы хотим распрямить тесто, да? Тоже до 10 раз. И следующая манипуляция мы вытаскиваем как можно дальше язычок на улицу, зажимаем его между зубами. И вилочкой подхватываем наш блинчик. И теперь булочка будет шипеть до 10 секунд. Давай. Убежал язык. Снова вытащи как можно сильнее на улицу. Маленький блинчик, не на всю сковородку. Зажимаем зубами. Нет, на улице. Угу. И теперь шипим. Убегает наш блинчик, да? Ну вы представили, что? Следующее упражнение у нас называется вкусное варенье. Мы представляем, что мы покушали блины, но вдруг закрылась вода, у нас нет ни салфеток, ничего. И мамочка говорит, Белочка, выпей тогда своим язычком губки, а то там варенье и сметанка осталось, да? И мы сейчас будем облизывать по часовой и против часовой стрелки по 10 вращательных движений. Следующее упражнение называется чашка. Сейчас мы будем представлять ситуацию, что мы попали с вами в пустыню, и опять у нас не осталось ни капельки воды. Мы согласились уже выпить дождевой, но у нас нету посуды. Мы решили превратить наш язычок в маленькую чашку, так подогнуть хвостик языка, чтобы у нас капельки воды остались внутри нашего язычка. Поднимаем и 8-10 секунд удерживаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Приподними хвостик, приподними булочка. Хорошо. Представили, да, что мы хотим? Следующее упражнение называется чистим зубки. Опять экстремальная ситуация. Мы поехали на природу и забыли взять зубную щетку. Паста есть, а щетки нету. И мамочка берет, выдавливает на кончик языка маленький-маленький кусочек зубной пасты. И говорит, Белочка, почись тогда хвостиком язычка свои зубки. Мы начинаем те же манипуляции, которые мы делаем с нашей зубной щеткой, делать хвостиком языка. Сначала это будут внутренние части зубов. Внутри. Теперь площадочки. Теперь между губами и зубами. Получилось. Три варианта у вас там написано, да? Три В. Три варианта. Это произвольно. Главное, чтобы как можно больше динамических упражнений получал наш язычок, чтобы мы его побольше успеем могли начать, чтобы у него больше мышцы языка развивались. Следующее упражнение. Вот эти вот УС. Мы не будем повторить делать. Это просто чередование слойника и лягушки в ускоренном темпе. УС. УС. Следующее. Нормальное упражнение уже называется. Упражнение киска-сердица. Мы берем, представляем, что кошечка у нас идет по прогулке. И вот так она у нас будет сейчас пальчики. То один закрывается у нее ладошка, другая открывается. Нет, пока ничего с руками, с зубами не делаем. Вспоминай, как мы говорили, кулачок, ладошка, кулачок, ладошка. Я иду, как кошка. Я иду, как кошка. Впереди собака. Что мы делаем? Изгибает нашу спинку, как кошка испугает. Кном у нас ушел? Пальчик. Он гуляет, что-то хочет. Кошка выгибает спинку. Теперь мы выгибаем спинку нашего языка. Удерживаем ее так. 8-10 игол. Вы чем? Владика. Садитесь. Владика, это повар? Ключенко. Садитесь. Ну, мы 5 собирали. Просто пытались с тобой, да? Так, хорошо. Мы просто уже половину упражнения сделали. Ну, ничего потом научитесь. Посмотрите, кто у тебя высложил видео. Значит, кошка у нас будет выгибать спинку. Мы устанавливаем наш язычок в нижнее положение качельки. И сверху мы закусываем наш язычок. Закуси, бабочка. Прикусили. Прикусили. Ну, немножечко забыл наш садист. Надо было, конечно. Я не хотела в объектив просто сама попадать, поэтому бабочку посадила. Не знаю, как родители научатся. Посмотрим, что дальше. Наше упражнение называется пауз. Теперь мы представляем. Ну, я бы хотела все-таки, чтобы вы взяли Стасика сюда. Для кого ж мы это учимся, а? Ну, надо потом прийти. Как же его потом учить-то? Если он ничего не... Ну, у нас всегда очень много. Почти в выходе нет. Да, и ваша болеет. Получается, с нового выпуска я вообще никого не научила еще, да? Пауз. Ставим язычок в верхнее положение качельки. И теперь мы будем устраивать шторму. Ребенок держите язычок наверху, как будто бы вот он упирается у нас вот в эти вот верхние зубы. И я буду шипеть, как будто я волн и ветер, а Белочка у нас молчаливый пауз, да? Она сопротивляется. Я буду так нажимать, верно. Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Значит, она должна научить свой язычок вердо сопротивляться вот этим парам ветра. Можно еще это делать чайной ложкой. Нажимать тоже на язычок и хорошо будет у нас получаться буква Ло. от этого упражнения мы переходим на букву Л Маляр упражнение Маляр мы будем сейчас проводить нашим кончиком языка превращаем его в кисточку, которая будет красить потолок вот у нас наш язычок это широкая кисточка и мы проводим по верхнему нёгу как будто это была широкая кисть мы покрасили потолок теперь мы превращаем наш язычок в маленькую кисточку второе упражнение называется подмастерье значит к папе на работу пришел, у вас же есть тоже название упражнение мальчик пришел к папе и папа ему говорит я тебе даю маленькую кисточку и ты будешь вот этот вот припус который переходит между зубами и верхней частью нашего льмопа вот это место мы будем как будто бы мазочки маленькой кисточкой делать и звук ри будем издавать давай, Балочка ари, 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 ари все по 10 раз ари, ари, ари грибочек грибочек у нас будет упражнение на основе лошадцы мы должны сейчас медленно цокать и присосать в какой-то момент к верхнему небу язычок и удержать его там мы попробуем подольше его задержать не щелкать, давайте и в тот момент, когда у нас язычок вот там присосанный стоит мы представляем, что это у нас грибочек и теперь мы будем его пилить нашей сосочкой мы все усложнили то, что в книге есть присоси и будет в этот момент щелчок ну, представили, да? сначала надо научить, чтобы он вообще смог присосать это не сразу будет получаться не расстраивайтесь это не значит, что все вот эти 30 упражнений, которые я вам сегодня покажу что ребенок сразу их начнет говорить это нереально, даже вообще не расстраивать если что-то не получается потихонечку, в течение года мы это все будем повторять первый месяц я их буду, наверное, всех вместе даже сажать потому что сегодня у нас не было почти никого, да? придется без всяких ну, видите, если бы мы сегодня поучились вот это все я уже могла бы непосредственно к индивидуальной работе переходить а мы не можем сейчас элементарно мы будем учиться теперь до конца месяца, да? значит, грибочек вы уяснили, да? присасывание язычка к ногу и упражнение рассчитано на растягивание вот этой подъязычной связочки дятел идет упражнение дятел что делает язычок у нас? мы его превращаем в острый клювик дятла что вы ребенка приведете все, чтобы он смотрел да? мы мам, у детей, главное остановись, сыночек, пока следующее упражнение называется дятел мы будем представлять ситуацию что у нас вот эти вредные жучки которые дятел выклевывает из вот этого под кожуры дерева собрались у нас ротики под передними зубами и мы теперь широко-широко открывая ротик Белочка, да? не даем закрыться ротику и стучим кончиком языка под корни передних, верхних, самых главных вот этих двух зубиков дэ-дэ-дэ-дэ-дэ дэ-дэ-дэ-дэ-дэ язычок внутри должен быть дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ и теперь побыстрее дэ-дэ-дэ-дэ дэ-дэ-дэ-дэ дэ-дэ-дэ-дэ-дэ и самое главное не давать ротику закрыться, да? дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ вот как будут тебя прогуливать я теперь тогда буду брать как зовут его? Владика Владика буду брать, значит, да? прогульщиков как не будет будем с тобой заниматься комарик у нас комарик мы будем делать вот из этого упражнения то, что растенено на два я его заменила двумя упражнениями одно мы сделаем так и называла я его комарик только теперь мы будем наш язычок бить об закрытые зубы сначала мы стиснем зубы губы улыбаются или как будто бы комарик сидит на стекле и не может вылететь з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з. А теперь мы представляем что у нас комарик вылетел уже и тут идет другое насекомое сейчас вы мне подскажете на кого больше похож звук мы открываем широко-широко как на бегемоте ротик, не даем ему закрыться. Но опять говорим звук С. И получится совершенно другой звук. А какое насекомое похоже? Тела. На шмеля, да? Мы должны сейчас научить наш язычок вертикально держать вверху и обязательно, чтобы ротик был широко открыт. Потому что следующее упражнение уже называется «Зареди мотор». И мы должны будем представить ситуацию, что это уже не шмель у нас летит, а как будто бы застрявшая в грязи где-то машина, да? Сейчас девочка будет говорить звук З, а я буду говорить... З-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з.